альбатрос d3 окраска а стоп небольшой облой присутствует здесь пулеметы шпандау хвостовое оперение так сказать не на своем месте ну в общем то тоже неплохо 23 9 кок винта в порядке как вы можете видеть здравствуйте граждане стендовые моделисты начинающие продвинутые и профессионалы в этом видео продолжаем заниматься истребителем альбатрос d3 масштабе 132 ранее были выявлены некоторые геометрические неточности вот и будем мы их устранять есть у нас чертеж и начнем конечно же с фюзеляжа приложим вот к этой точки к этому к этому крою скажем так этому соединению и можем видеть что у нас хвостовое оперение находится не на своем месте вот так плюс ко всему необходимо выяснить а стабилизаторы тоже имеют неточность или все-таки находится на своем месте плюс ко всему фюзеляж немножко длиннее на модели ну вот давайте сначала несколько таких штрихов карандашных нанесем на чертеж полезных скажем так вот у нас есть один штрих такой и здесь тоже еще один если соединить 2 2 этих штриха скажем так то получится ось самолет естественно ось самолета всегда должна быть параллельно срезу бумаги на которой материала скажем так на которой нанесен чертеж это естественно поэтому чтобы нанести перпендикуляр вот здесь вот достаточно приложить линейку к краю листа совместить риску на верхней части линейки и на нижней и получим перпендикуляр чтобы было заметно хорошо раз сочленение провисов фюзеляжа и хвостового перед есть такое дело начало стабилизатора а начало стабилизатора у нас кстати между прочим совпадает с началом хвостового оперения тогда продлиния вот она у нас вот наша опорная линия вернее основная от которой мы будем отталкиваться вот носовой части до сих пор все в порядке да и здесь вроде все в порядке здесь как вы видите есть проблемы теперь необходимо отметить начало вас хвостового оперения на модели верни как на чертеже отметим где начинается она на модели ну так скажем и проведем опять же перпендикуляр чтобы вычислить а насколько же нам нужно подвинуть это все получается ровно два миллиметра то есть на два миллиметра необходимо хвостовое оперение подвинуть вперед ну и сейчас нужно выяснить как было сказано ранее а как что у нас со стабилизаторами правда для этого их нужно будет склеить потому что они имеют они имеют две половины это детали d1 и d8 ну что ж попробуем приклеить так сказать будем немного будем его наносить совмещаем при помощи вот таких канцелярских скажем так прищепочек вот так вот и прижмем да да с одной стороны другой стороны прижмем оставим пока на просушку как вы видите здесь есть облой его необходимо убрать что на одной половине что на другой половине это его прилично конечно вроде готово ну в любом случае давайте уже немножко подработаем весь фюзеляш нужно здесь есть облой тут ведь немножечко облой ну для начала был убран такой грубые облой который там совсем уж мешал да даже по моему лишнего немножко убрали а потому что видите это наверно не нужно было связать я срезал ну ладно бывает ошибся ничего страшного все страшно в этом нет ну бывает ладно перестарался немножко но ничего хорошо возвращаемся к нашим двум деталям двум деталям ну они конечно не просохли хорошо во всяком случае наверняка можно ними как их можно прикладывать уже к чему бы то ни было так на по месту вернее прикладывать можно по месту неплохо стали в общем то так на первый взгляд вторая так здесь немножко переборщили клея да да переборщили так здесь есть тут небольшое смещение детали вот здесь и здесь есть имеется ввиду вот этих двух установочных так сказать двух выступов установочных да назовем их так что у нас получается при совмещении ну примерно так это выглядит можете видеть ориентируемся вот на эту и по этой линии ну вот кажется ситуация такая совсем нехорошая то здесь я ошибся здесь не не конец фюзеляжа вот конец фюзеляже у нас да эту линию мы сотрем ошибочно вот эта линия вот она наносим отметку на модели вот карандашом и здесь где будем резать но аккуратненько вот так вот вторую половину точно также отметим здесь у нас еще раз померить два миллиметра примерно таким образом возьмем и отмеряем два миллиметра на модели уже непосредственно поставим риску и здесь и здесь мы воспользуемся чертежом то есть возьмем эту линию которую мы проводили вот она и продлим ее чтобы было хорошо видно есть есть и вот здесь сделаем отметку тоже на нижней части сколько мне ну сколько нам нужно срезать есть такое дело ну и проверим вернее перепроверим на всякий случай штангенциркулем воспользуемся давайте 52 миллиметра перевернем каким вот образом потому что на симметричный фюзеляж да и получается вот полное совпадение с меткой на нижней части фюзеляжа повторим эту же процедуру во второй половине фюзеляжа совпадает практически чуть-чуть они совпадают по 2 хорошо нанесем чтоб я был и лучше видно вот она первое не точно а вторая как раз вот то что нам нужно и точно так же перевернем на царапаем таким вот образом не просто вот наведем вот она есть карандашом намете постараемся поровнее это сделать до соблюдая так сказать параллельность по этой линии будем пилить здесь также хорошо ну с этим наконец-то справились до разметка имеет решающее значение при создании модели копии это ну я не открыл америку наверняка все это знают но просто хотел подчеркнуть ну что ж знаем где пилить соответственно дальше приступим к распиливанию распиливать будем при помощи вот такого инструмента называется он лобзик ювелирный кстати на канале есть видео как пользоваться данным так сказать девайсом если можно сказать заходите на канал подписывайтесь ставьте лайки пожалуйста будьте любезны а мы начнем наше так сказать черное дело портить будем фюзеляж что делать ну вернее исправлять конечно и так по линии аккуратно следующая половина есть такое дело ну что ж вот так мы это самое справились с этим делом вот так это выглядит примерно хорошо с этим делом мы справились теперь наведем порядок на рабочем месте и вернемся так сказать в обычное рабочее состояние необходимо проверить что у нас получилось непосредственно приложим к чертежу нужно будет поправить конечно поэтому подработаем вот эту часть и вот эту часть уберем немножко лишнего осталось и уже дальше будем подгонять по чертежу чтобы она четко красиво ложилась все 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 будет так сказать все на своем месте. Ну, вот так это выглядит. Под деталь B1 будем подгонять деталь B2. B1. B 2. Продолжение следует... Кстати, на этой проекции лучше виден конец фюзеляжа, потому что она без стабилизаторов. Тут, наверное, есть небольшие разночтения в чертеже, потому что чуть-чуть здесь меньше. В любом случае, более-менее все в порядке. Ну, вот так это выглядит. Подогнали деталь B2 к B1 в общей сложности. Теперь можно приклеивать B1 к B1 и B2 к B2. Немножко зачистим здесь, но все-таки, чтобы было культурно красиво. Готовим клей. Состыковываем. Необходимо позиционировать, если вдруг нет совпадений. А именно, вот в этой части и в этой части расстояние должно быть одинаковым. То есть здесь у нас, в общем-то, ступеньки нет. А в этой части и в этой части ступенька есть, естественно. Так вот, эта ступенька должна быть по размеру одинаковой, что вот сверху, что снизу. За этим нужно следить. Ну, надеюсь, что все у нас приклеится. Да? Хорошо. Следующее аккуратно отложим в сторону. Пусть сохнет. Теперь попробуем это совместить. Насколько одинаково у нас получилось. Да, совмещается. Можете видеть, что очень даже неплохо. Перепроверяем на чертеже. Ну, в общей сложности можете видеть, что состоялось. Исправление, скажем так. Теперь, конечно же, что деталь B1, что деталь B2, уже, так сказать, соединенные, должны, естественно, просохнуть. Поэтому отложим в сторону. Ну, а дальше займемся исправлением крыла одного, второго и других деталей. Начнем с самой проблемной детали. Это B6. Воспользуемся чертежом. И вот можно видеть, насколько необходимо нарастить вот эту вот часть этой самой детали B6. Для этого самого наращивания нам пригодится, понадобится замечательный материал. Вот он перед вами. Называется «Милипут». «Магазины» наклеивают вот эти вот штуки, да? И портят внешний вид, так сказать, упаковки. Ну, ладно. Неужели нельзя было вот сзади шлепнуть? Да. Ну, ладно. Пусть так и будет. Это белый, это черный. В общей сложности представляет из себя двухкомпонентный материал. Эпоксидный. Один компонент. Это инструкция. Вот второй компонент. Самая замечательная особенность этого самого «Милипута» заключается в том, что он водорастворимый. Черный. Ну, от черного у нас осталась только одна половинка. Вот она. Вот. Поэтому будем смешивать черный с белым. Вот с этой части. И получим серый цвет. И извлекаем один компонент. Извлекаем второй компонент. Нужно заметить, что они уже, так сказать, не молодого возраста. Здесь тоже есть. Поэтому будем, как говорится, выковыривать из середины. Отсюда и отсюда. Смешивать необходимо в соотношении один к одному. Ну, то есть, допустим, там, грамм одного компонента и грамм другого компонента. Будем пользоваться весами. Ну, можно и на глаз, конечно. Ну, лично я предпочитаю, чтобы все было точно. Поэтому воспользуемся весами. Поставим их на жесткую поверхность. В моем случае. Потому что это бумага. Она немножко гуляет. И весы могут давать погрешность. Поэтому мне приходится подкладывать вот такую плиту. Медную. Тяжелую. Если у вас поверхность твердая, то в плите к подобной и нет необходимости. Ну, столько возьмем, например. Есть такое дело. Это протереть. Обязательно. Ну, визуально, конечно, этого больше. Белой части. Поэтому немножко срежем. Примерно так. Включаем. Поддон. Обнуление. Взвешиваем черный компонент. Получаем 18 сотых грамма. Ого, 23. Нет, ну, конечно, нужно убрать. Еще раз. 18. Прекрасно. Все точно. Как в аптеке. Итак, у нас есть два вот таких вот одинаковых шарика, которые необходимо смешать между собой. Но, учитывая, что жизнь готовой массы, ну, имеется в виду время ее работы, время, когда она липкая, когда она хорошо, скажем, примазывается к поверхности, приблизительно 30-40 минут. А нам необходимо подготовить поверхность, в данном случае вот эту, а именно сделать ее более шероховатой. Потому что эпоксидные материалы, все, без исключения, скажем так, предпочитают шероховатую поверхность. На глянце эпоксидный материал держится плохо. Ну, есть там специальные эпоксидные смолы и специальные эпоксидные массы. Ну, их нужно где-то приобрести. И там должно быть в инструкции указано, что хорошо держится на глянце и поверхности. Нам же необходимо сделать, придать поверхности большую шероховатость, чем она есть вот на данный момент. Будем использовать наждачную бумагу с крупностью 1000. Хорошо. Теперь необходимо обезжирить поверхность, потому что пальцами-то мы прикасали. Для этого можно использовать раствор, вернее, нужно использовать раствор. Смесь спирт-изопропиловый плюс бензин-калоша 50 на 50%. Давайте приступим. Небольшая такая ветошь нам понадобится. Чуть-чуть. Много не нужно. Это есть. Теперь смешаем два наших компонента. Очень просто. Так, взять и смешать. Можно добавить немножко воды. Буквально смочить пальцы в воде. И продолжить смешивание. Еще чуть-чуть воды. Можно почувствовать, как масса стала однородной по твердости и по мягкости. Она хорошо теперь мнется. Все, готово. Необходимо, чтобы материал немножко полежал чуть-чуть. Ну, естественно, руки-то нужно помыть или протереть. Сделаем это влажной кульветошье. В общем-то, вы можете видеть, что он легко вымывается. Все, руки чистые. Можно дальше приступать к работе. Вот на такое вот наращивание нам нужно готовиться. Возьмем, отделим. Можно раскатать. И, в общем-то, вот таким образом. Вот так вот начинаем примазывать его, скажем так, поверхность, этот материал. Немножко смочить пальцы нужно. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Поехали. Тянется неплохо. Лишнее тоже можно убрать с поверхности ветошью. Возьмем еще немного. Чуть-чуть добавим. Спасибо. Поехали. Поехали. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Да. Перекрыли все с запасом. В общей сложности необходимо теперь оставить на просушку часов на 12. Я лично сушу 24 часа. На всякий случай перестраховаться тоже не мешало бы. Вот таким образом можно осуществить наращивание нехватающего материала. С этим справились. Дальше продолжим с подобными деталями. Стабилизатор. Посмотрим, что с ним. Что по этой стороне нужно тоже и здесь тоже добавить материал, так сказать. Ну, в общем-то и второй. Та же история. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Это готово. Продолжаем со следующей детали. Ну, здесь тоже перекрыли полностью. Даже чуть больше. Ничего страшного. Уберем. Далее руль высоты. Это деталь А11. Мне по краям нужно. Да. Хорошо. 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 сложности перекрыли мы все размеры которые нам были нужны в общем то тоже деталь а 11 уходит у нас на просушку крыло верхние у вас тут немножко лишнего есть то есть немножко размер больше вот по этой кромки насколько я вижу давайте обведем карандашом что у вас по модели посмотрим какова разница с чертежом по этой передней кромки скажем так на изгибе так и что у нас тут больше немножко ну больше как говорится не меньше просто сточим это напильником надфилем и приведем в порядок элероны вот один вот второй по инструкции у нас правый элерон это а 34 вот а левый элерон деталь номер а 35 вот так и сделаем а 34 ну практически ничего убирать вообще не нужно а 35 вот та же история достаточно точно сделано что не может не радовать приятно спасибо фирма спасибо производитель большой тогда это оставляем в покое может чуть-чуть поправить придется что-то там совсем чуть-чуть но незначительно нижнее крыло вот она перед вами было выявлено вы можете видеть что есть несовпадение вот они пошли 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 но сейчас нас интересует так как габариты поэтому с этим придется разбираться позже отдельно это очень сложный момент его нужно исправить здесь по линию и здесь по линии а здесь тоже немножко больше по размеру так приблизительно но чуть-чуть будет чуть-чуть совсем больше хорошо это очень незначительные неточности имеется ввиду опять же в плане габарита да поэтому тоже методом опиливания это все исправит есть такое предложение поступить следующим образом а именно дождаться пока все вот просохнет фюзеляж и остальные детали на которые вы на которые вы наносили эпоксидную смолу массу а потом уже методом опиливание все привести в порядок так и поступим начнем с двух половинок фюзеляжа после распиливания и приклеивания хвостовой части образовалась ступенька вот она сверху и снизу как на детали b1 так и на детали b2 вот она естественно ее нужно убрать методом опиливания давайте приступим а Продолжение следует... 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 Б1... У нас получается очень неплохо ложиться в чертежи... Приложим B1 к B2... Ну вот так это выглядит сейчас... То есть, в общем-то, подогнали практически... Ну, это грубая подгонка, конечно... Потом, когда будем заниматься фюзеляжем... Уже более тонкую работу осуществим... Тем более, что... Исправить вот эту часть... Хвостового оперения... Можно только лишь если соединить две половины... Ну, это уже потом... Вот так вот справились с фюзеляжем... Ну, а дальше продолжим... Другие детали обрабатывать... Другие детали обрабатывать... Руль направления... Деталь B6... Добавили материал... Нарастили, скажем так... Ну, теперь опилим... И подадим правильную форму... Необходимо... Часто контролировать процесс... А именно, прикладывать чертежу... Ну, чтобы не убрать лишнее... И тем самым... Ничего не испортить... Данные риски показывают... Где начинается... Закругление... То есть, радиус начинается... И где он заканчивает... Тут тоже можно убирать... К gelatinousин... Давайте напишите... вышли на правильный контур теперь будем убирать излишнюю толщину у нас есть но мы 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 Ну вот в общей сложности вышли на контур, придали правильную форму рулю направления. Ну пока это грубая обработка, а уже непосредственно при монтаже нужно будет все сделать более аккуратно, закруглить вот эти углы, сделать все тоньше, изящнее и красивше. На этом этапе все с деталью B6. Дальше продолжим с стабилизатором. Обработаем, придадим форму и посмотрим, как по чертежу получится. Обратите, пожалуйста, внимание на то, как движется напильник в данном случае. То есть, именно вот такое движение будет правильным при обработке радиусов круглых деталей. Или, например, если вам необходимо из квадрата, ну допустим, сделать овал. То есть, движение должно быть обратно радиусу или закруглению этой самой детали. Так обрабатывать правильно. Давайте закрепим вот таким движением. Обрабатывать неправильно. А вот обратным движением, этому самому закруглению, он же радиус, обрабатывать правильно. Имейте это в виду, пожалуйста. Ну такое небольшое отступление. Ну вот, скажем так, передняя кромка уже в размере. Теперь вот эту часть нужно дорабатывать. Но учитывая, что, скажем так, соединение, крепление, вот они, руля высоты неправильно сделаны, плюс ко всему не совпадают между собой, это лучше все убрать, спилить, а потом сделать самостоятельно, в более точном виде, скажем так. Воспользуемся услугами более крупного напильника. Ну, чтобы быстрее было. Поправим уже более мелким напильником. Спасибо. 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 Ну, в общей сложности в контур эту часть стабилизатора мы вписали. Теперь точно так же поступим со второй частью, со второй деталью. Инструмент, которым сейчас осуществляется работа, называется шабер. И мы производим такой процесс, который называется шабрением. с одной половиной стабилизатора мы справились. Вписывается по контуру, убрали лишнее, оставим пока в таком состоянии, а уже непосредственно, когда будем заниматься отдельно вот этим узлом, всем, уже подгоним, закруглим, сделаем все как положено. Дальше приступим ко второй половине. Итак, вторая часть стабилизатора тоже готова. Вот так они вместе смотрятся, скажем так. И ее же, когда уже будем плотно заниматься этим узлом, закруглим кромки, добавим крепление, руля высоты, ну, в общем, приведем уже полностью в норму. Пока оставим в таком состоянии, каком оно есть. Далее идет деталь А11. Это руль высоты. Здесь у нас тоже лишнее. Вот видно хорошо по линии, которую бы карандашом провели по контуру. Тоже уберем. Ну, что получается у нас? В общем-то, в контур подогнали. Единственное, что вот в этой части все-таки необходимо было положить нелипут, потому что деталь немножко... Ну, то есть, с этой стороны все в порядке. У отливки. А здесь полистирола немножко не хватает. Ну, давайте пока оставим так. А уже непосредственно, когда, как я уже не один раз говорил ранее, когда будем заниматься всей вот этой частью хвостовой, уже добавим и, так сказать, исправим этот маленький, но все-таки недочет. Вот он есть, но вот тут немного. Но его нужно исправить. Хорошо. Ну, давайте посмотрим, И перед тем, как произвести финальную примерку, все-таки наведем порядок на рабочем столе. Тут уж слишком много стружки, опилок скопилось. Деталь А11 тоже вписали в контур, за исключением вот этого небольшого недоразумения. Но, как уже говорил, поправим его позже. Ну и дальше приступим к крыльям. Небольшое, кажется, несоответствие. Так, от сих пор, до сих пор, до сих пор, до сих пор. Убрать вот эту, вот эту часть. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, в общей сложности подогнали. Немножко больше оказалось, чем раньше виделось, скажем так. Верхнее крыло у нас есть. Теперь нижнее. Вы, наверное, помните, что мы уже говорили, что тут полное нисхождение нервюр моделей по отношению к нервюрам на чертеже. Это отдельный вообще разговор. Ну, уже, так сказать, чтобы не откладывать все в долгий ящик, сразу геометрию основную поправим, а потом уже будем думать, что делать с той проблемой, а с большой, с той большой проблемой. Нижнее крыло подогнано по контуру. По сути дела, этим завершили большое, долгое дело. Как-то подогнали, вернее, исправили геометрические неточности, основные, которые были выявлены. Дальше займемся вплотную фюзеляжем, а именно отделкой внешней, зашпаклюем крой, перекроим и наполнением внутренним кабина пилота и моторный отсек. Давайте продолжим.